Всем привет! С вами снова Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я снова пришла в теплицу, чтобы раскладывать томаты по стаканчикам. У нас на улице идет дождь, пасмурная погода, здесь у меня тепло, красиво все вокруг. И вот дойдя до петруши, я подумала, что надо рассказать вам и о этом сорте. Потому что, как я поняла, после того, как пришел вопрос о ГМО, о том, что рассада такая неестественно большая, я поняла, что люди вообще не знакомы с некоторыми сортами томатов. И когда заходят в магазин, вероятно теряются от обилия вот этих вот красочных упаковочек и проходят мимо самых хороших, самых урожайных сортов. Вот я сейчас какие сама выращиваю сорта, которые мне нравятся, я буду вам по одному хотя бы в день рассказывать и показывать, какие они в рассаде. Еще один прекрасный сорт, о котором вы, возможно, даже и не слышали, это петруша огородник. Тоже сибирская селекция, не просто сибирская, вот как здесь написано, новый сорт алтайской селекции. Сразу обратить на себя внимание садоводов низкорослыми кустами. Я дальше потом прочитаю, сейчас сначала покажу в рассаде. Он тоже может кому-то показаться неестественно толстым. Вот он, видите, вот лоточек, вот я пикировать сейчас буду. Они вот такие, как сказать, ну тоже типа дубки, толстенькие такие. У них у всех толстые стволы, вот это именно отличительная черта сибирских сортов. Они толстоствольные, потому что они предназначены для выращивания в неблагоприятном климате. От демидовского отличается форма листа. Видите, вот какие у них листья. В рассаде их не перепутаешь. У этого светло-зеленые и немножко как изогнутые вовнутрь. А у этого, как крапивный лист, такой красивый резной крапивный лист. Очень красивая рассада, вот в рассаде именно растения. Они вырастут одинаковые, куст одинаковый размер, но будут разные плоды. Петруша-огородник это единственный, который не круглый, а вытянутый вот такой сливовидный плод. Потому что до этого, я рассказывала, был сердцевидный алтайский сюрприз Настенька, был круглый жаростойкий и демидовский. И вот этот единственный, первый в сибирской серии, который вот такой вот вытянутый, как сосулька, но крупноплодный. Сейчас прочитаю вам. Обильно украшен красивыми розовыми плодами, овально удлиненной формы. Томаты массы 200 грамм, мясистые, сахаристые, очень вкусные, как в свежем, так и в консервированном виде. Но если вчера Ринет, я вам рассказывала, что это ультраскороспелый мелкий плод, Это среднеранний, он нескоро спелый, потому что он крупноплодный, среднеранний, дружно плодоносящий, рекомендуется для выращивания в открытом грунте и пленочных укрытиях. Практически не требуется посынкование, высота 50-60 сантиметров, урожайность 6 килограмм с квадратного метра. Вот этот сорт, петруша-огородник, я люблю за что? За то, что я его не посынкую. Я его даже не подвязываю, я его просто посадила и забыла. И дело в том, что обычно так с мелкоплодными поступаем, со скороспелками, но я и петрушу также выращиваю. И потом, когда я прихожу, прямо на земле, на грунте, лежат вот эти вот такие большие красные помидоры вытянутой формы. Очень вкусный, очень красивый. Вот, это еще один сорт из многочисленной серии сибирских селекционеров, которые вывели нам в последнее время. Вот этот считается он как более поздним новинкам, потому что Демидов, вот этот светло-зеленый, он немножко пораньше был. Он более известный, а петрушу знают не все. И в других регионах, я не думаю, что он даже в продаже имеется, потому что у нас вот продается, но пока только в красочных упаковках. И, конечно, стоимость семян неоправданно высока, но просто потому, что он новинка. Я собираю только свои семена, у меня вот одна старая осталась упаковка, я давно покупала, какой-то год, даже не помню. Ну и, короче, у меня упаковка только для образца, чтобы людям показать и рассказать. Семена, конечно, еще дорогие. Но сорт этого стоит. Для занятых огородников, у кого мало времени совсем, кто хочет высаживать, посадил и забыл, пожалуйста, прекрасный крупноплодный сорт, петруша-огородник. Если вам нужна какая-то дополнительная информация о других сортах томатов, о рассаде, посмотреть видео, заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Каждый сорт, вот какой я выращиваю, у меня 80 сортов, я буду описывать и буду выкладывать и видео, и фото на странице. Не только рассаду, но потом дойдем и до плодов. До свидания. Продолжение следует...